Эх, а у нас та же история каждый день. Я не могу. Вот мне уже смешно. Чего ходить орать, когда потом спрыгивает и приходит домой? Что так уж что? Что? Ты для чего орёшь-то вот этого? Для чего? А, потом захочешь есть, прыгай дома. Глаза вытручила. Что, мяу? Дурилка картонная. Я не могу уже. Смешно мне над тобой. Смешно, да. Порёт-порёт, спрыгнет и приходит домой. И рассказывает, что там с ним творилось. Трётся вот это вот. Ой-ой-ой. Ой, ну тебя, глупота. Всё, я пошла делами заниматься, да. Вот, слышите? Я ухожу. И он начинает орать страшным голосом. Не могу. Мне уже сначала было его жалко, теперь уже просто смешно. А у меня, девчонки, сегодня еле-еле встала на ногу. Подагра опять разыгралась. Давно не было. Год не было. Вот теперь я буду знать, что у меня в середине декабря приступы подагры. Еле хожу, но хорошо. У меня Наташенька-номеролог посоветовала мне таблетки. Ну, я их так пью периодически, но забываю иной раз. Вот я сразу две таблетки выпила, и хоть могу на ногу хоть наступать. Больно, но наступать могу. А в прошлом году криком кричала. Не знала, что делать. Вау! Ой, не могу, кот! Что, мои дорогие? Одной бутылки мне оказалось мало с морскими обитателями. Я вспомнила, что у меня есть еще одна бутылка интересная. С лета осталась. Думаю, надо ее сделать. Тут на ней такой барельеф осьминога. Не знаю, видно вам, нет. Думаю, надо сделать еще одну. Еще уж раз пошло такое дело. Вот, только у меня нет витражных красок. Ну, это тоже дело такое. Смешала с ПВА. Вот этот вот, господи, как он называется, скажите. Чем разводят водоэмульсионку. Калор такой цветной. Вот вам и краска винтажная. Это витражная. Вот, да. Вот, сейчас покрою этот рисунок. Он такой, конечно, бледненький, но мне и не надо, чтобы он яркий был. Самое главное, чтобы было видно ну, сами очертания. Будет у меня еще одна бутылочка. Не знаю. Ну, ладно, потом сделаю и вам покажу. Ну, что, высох у меня осьминожек. Такой вот он светленький. Ну, он же серенький на самом деле. Ладно, сейчас пойдем дальше. Так. Сегодня вот говорила Ларисе Артамоновой, говорю, Ларис, ну, вообще не понимаю, что происходит. Девчонки, знаете, как обидно? Делаешь, делаешь, и не смотрят люди. И я не понимаю, почему. Почему у других девочек, вот, честно говоря, бывают такие поделки, как в детском саду, а смотрят тысячами. А у меня по 400 человек. Стараешься, стараешься. Причем стараешься что-нибудь такое необычное сделать. Вроде как заинтересовать людей. А люди не смотрят. Почему? Не знаю. Очень обидно это. И отпадает всякое желание работать. Ну, что ты. Это... Господи, как они называются? Девчонки. Ой, память девичья. Татуировки вот эти временные. Ну, что ты не хочешь-то? Пленку я с тебя сняла. Что ты не хочешь клеиться-то? А это потому, что на камеру. Без камеры все замечательно. Так, сейчас вот я выключу. Ну вот, без камеры все снялось, как положено. Так, сейчас еще сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это интересно. Отпилю, не отпилю. Я пытаюсь сделать себе высокий штатив. Собрать из двух. Из вот такого вот. Ну, из селфи-палки. Потом низ у меня другого штатива. Еще я нашла трубку металлическую от карниза. Вот. Нужно отпилить и сделать. Эта голова рукам покоя не дает. Ну, короче, буду пилить, мои хорошие. Не знаю. Не закрепить никак, чтобы она не болтала. И пилка-то старая. Но пилится. Пилится. Потом, если получится, я вам покажу. Ну. И ведь сделала. А то, когда сидишь что-то за столом, снимаешь, вот попробую теперь с такой штукой. Ну, чтобы оно вот как люди снимают, чтобы за спины снимала. Ну, не знаю, посмотрим. но сделала. Видите, у меня все висит, все висит. Все под потолком. Ну, он скоро, я так думаю, это все обдерет. Чудо мое чудное, диво-дивное. Ой, слушайте, я прям горжусь собой. Ну. еще смотрела на них на сломанные. Чего-то на цемент лепила, чтоб стояли. Оно как. Я сейчас посмотрела предпоследнюю серию метода 2. Последняя будет 21 числа. Так жалко, что он кончится. Столько лет ждали, ждали. Вот так быстро все раз и все. Вот. А я шарфик вот такой вот делаю. С такими краями. Не стала подшивать. Раз он так задуманный, так пусть так и будет. Вот. Работаю. Работаю. Так, что-то сегодня мой жилет задерживается. Время почти 6. А его нету. Надо самой свет включать. А может в магазин заехал. Вот весь день ветра не было. К вечеру ветер поднимается. Летом наоборот. Чаще всего к вечеру стихает ветер. А зимой как-то вот так вот. Ладно. Пойду заниматься своими вечерними делами. Ой, наконец-то я додумалась сделала себе яркий свет. Господи, а то сижу как это в темноте. Смотрите, нашла какую красоту. вот там такие куски янтаря огромные. У меня таких нету. Все равно надо что-нибудь не такое так примерно такое сделать. Прям понравилось. Я и шарфик забросила. Сижу. Вот стоит только, блин, зайти в эти рукодельные дела. Ну и все. И крышу сносит. И смотришь, 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 смотришь. Вот что хочу вам показать, мои дорогие. Это то, что уже давно не модно, а люди еще носят. Вот обыкновенная нитка бус любого размера, любой длины. Она старит всех. И молодых, и нашего возраста девушек. Только прибавляет возраст. Поэтому надо делать что-то более современное. Вот такие бусы на леске. Были когда-то модные, но и то хочу сказать. Я вот никогда такое не носила. Оно выглядит дешево. Леска эта желтеет. Ну дешево они смотрятся. Сейчас вообще нельзя такое носить. Это просто уже дурной тон. Вот такие вот. А еще много делают мастериц вот такую вот билиберду. Песню помните «Рябиновые бусы»? Это безнадежно устаревшие вот такие бусы. Просто вот такие бусы. Ну и вот такие тоже. А посмотришь, девочки и на заказ делают. ну понятно на вкус и цвет товарищей нет, но все равно это уже прошлый век. Вот эти комплекты, которые везде продаются. если уж вам нравятся такие вещи, то носить их по отдельности вместе это никак нельзя носить. вот лет восемь назад были вот такие штуки в моде из пластика. Ну тоже они смотрятся просто вот ну дешевко. А вот сейчас тем более нельзя это носить. Ну нельзя. Если уж вам дорого прям вот такое украшение, то его нужно переделать. разбить это дело на отдельные элементы куда-то добавить, но вот такое целиком ну страсть. Очень немодны кольца с бусинами наверху с крупными. Тоже уже давным-давно это ушло. Вот такие браслеты обмотанные тряпочками. Тоже уже давным-давно это не модно. И поклонники боха стиля уже давно такое не носят. Вот такие вот слингобусы. Я вообще не понимаю как такое может быть в моде. Но когда-то наносили. Вот такие вот чокеры из бисера. Ну несмотря на то, что здесь труда столько выложено, но это очень старомодно. а сегодня я пилю. А что я пилю? Я делаю бусы из янтаря ручной работы. был у меня девочки мундштук из натурального янтаря из калининградского. Я его чистила и он сломался. Давно это было? Да давно. Больше десяти лет назад. и вот все лежал он у меня лежал. А сегодня я его достала и думаю, что он у меня лежит. Посмотрите, какие куски янтаря. Ну вот я сейчас вырежу. Вот одну уже выпилила бусинку. Ну ее понятно надо отшлифовать же. Вот и буду что-то придумывать вымою. Буду что-то придумывать делать. Ну а что он пропадает-то? Это можно прям на подвеску пустить. Знаете, какой здоровый кусок. Да и этот тоже можно сюда снизу подвесить что-нибудь, бусинку или что-нибудь еще. А это все я с наждачкой поработаю. Вот так вот. Время 11 часов. Спать пора ложиться. Я сижу тут пилюк. ой, Саша моя звонила. Поехали они кошку свою стерилизовать. Вот эту вот голубую с янтарными глазами. Представляете? А ей матку удалили кошки. Так что тайга у нас теперь без матки. Сашка вся расстраивается. я говорю Саш ну может вовремя получилось. Может нормально все будет. Вот так. Может все нормально будет. Так жалко. Она конечно бестолковая тупая но уж такие у нее глаза красивые тайги. Ну вот еще один день прошел. Такое солнышко было. А я была занята и не вышла снять. Думаю ну ладно будет закат выйду закат сниму. А он вон какой закат получился. Вот не знаю. Ну у меня не получается на телефоне приближать. Не знаю почему. Так что вот такой закат сегодня. Ну что мои дорогие вот половина декабря прошла. Не прошла а пролетела. Просто пролетела. Осталось чуть-чуть до нового года. Ой я вот все время каждый год думаю ждем этого нового года. ждем еще на один год приближается что-то неведомое и пугающее. Ведь на самом деле вот два дня в году день рождения и новый год в нашем возрасте это такие дни-то в общем-то нерадостные и все равно ждем готовимся ну хотя для меня это собственно шанс увидеться со своими детьми уехать из Крыма хотя бы там на несколько дней посмотреть на снег хотя не факт в Питере тоже в прошлом вон новый год были так и ни снежинки не было но все равно обстановочку поменять вон уходит солнышко какие летом яркие закаты а сейчас все такое какое-то хмуренькое туманы ладно мои золотые чего господи грустить то ну новый год и новый год ладно давайте мои золотые не болейте не грустите будем радоваться тому что у нас есть и тому что нам осталось как Марина моя подруга говорит не мы решаем кому и сколько давайте мои хорошие пусть у вас все будет замечательно крепчайшего вам здоровья всем хорошего настроения всего всего хорошего я вас обнимаю целую ну и пока пока до завтра и подписывайтесь пожалуйста на мой инстаграм пожалуйста помогите развить надо как-то плохо конечно прибавляется медленно очень ну и просмотров мало было бы просмотров много другое дело больше подписывались ну ладно все равно пусть все будет хорошо пока пока